Пам-пам, Карина у микрофона! Сегодня хочу рассказать об игре Twin Bee, которая вышла на NES. В Twin Bee могут одновременно играть до двух игроков. Игрок берет под свой контроль мультяшный антропоморфный космический корабль. При этом первый игрок берет под контроль Twin Bee, титульный корабль, в то время как второй игрок контролирует Win Bee. Игровое управление состоит из восьмистороннего джойстика и двух кнопок. Одна для стрельбы по врагам в воздухе, а другая для сбрасывания бомб наземных врагов, аналогично с Ксевиус. Основные поврапы игрока – это колокольчики, которые можно обнаружить, стреляя в плавающие облака, где они спрятаны. Если игрок продолжит стрелять в колокольчик после его появления, он изменит свой цвет на один из четырех. Обычные желтые колокольчики дают только бонусные очки. Белый колокольчик сделает пушку игрока двойной. Синий колокольчик увеличивает скорость игрока до пяти уровней скорости. Зеленый колокольчик позволяет игроку создавать копии своего корабля для дополнительной огневой мощи. А красный колокольчик даст кораблю барьер, который позволит ему выдержать больше урона. Зеленый и красный колокольчики не могут использоваться вместе. Другие бонусы также можно получить от наземных врагов, такие как альтернативный колокольчик, который дает кораблю игрока трехстороннюю пушку со звездой, которая устраняет всех врагов на экране. Как и в других играх жанра, попадание одной вражеской пули приводит к тому, что игрок теряет жизнь. Однако если пуля ударит только по одному из бортов карагля, то игрок потеряет только свою руку. Если корабль игрока потеряет обе руки, он также потеряет способность бросать бомбы, и игрок должен ставить прибытие скорой помощи. Игрок должен провести свой корабль к машине скорой помощи, чтобы восстановить свое оружие. Но если корабль игрока теряет обе руки во второй раз, никакая скорая помощь не прибудет. Игра была хорошо принята критиками. Фамицу дал 23,5 из 30.